Привет всем! Я вообще ни разу не автоблогер, никогда им не был и никогда им не стану. Собственно, не моя абсолютно поляна, потому что я с белым цветом волос во всех вопросах, касающихся автомобилей. Но для этого у меня есть вот этот прекрасный человек. Здравствуйте! Да, как раньше говорили, корпулентный комплекции, но при этом довольно продвинутый по мозгам. Ну, Саша, во-первых, гениальный риэлтор, всегда его рекламирую, но сегодня мы будем говорить о другом. Значит, ситуация такова. У меня было несколько автомобилей. Собственно, самый первый автомобиль, я тут нашел записи, где ты мне помогал, был Hyundai Matrix. Да, в общем, я его там... Отдельная история у меня есть. Многострадательный автомобиль. Многострадальный автомобиль. У меня есть отдельный выпуск, как я ездил на угнанной тачке. Я размещу там ссылку. Ну и плюс я ее там грохал пару раз. Один раз мне во дворе, я не помню, дядя Коля, что ли, с помощью молотка и говной палок... Выгибал лонжерон, да. Выгнал лонжерон, в общем, пришел за две копейки. Вот, Саша мне очень помогал. Потом мы купили просто идеальную Мазду пятерку. Мне она нужна, потому что я занимаюсь экскурсиями. Там очень круто открывались двери. И когда мы приехали... Электропривод дверей был. Да, Саша туда заглянул и говорит... Ну, отличная была тачка. Да. Мы ее просто взяли, действительно, за... Мы искали вариант, чтобы она была новая, но не новая. И там люди просто несколько раз в Белоруссию на них съездили, на ней съездили и продавали. Потому что они жили за городом, у нее низкий клиренс. Эту Мазду у меня благополучно угнали. И я понял, что я не хочу тратить деньги на новую машину. Хотя, в принципе, я вот сейчас подошел к тому, что у меня было там... Я готов даже больше двух лямов заплатить. Но Саша убедил меня в том, чтобы не делать этого. Да. И почему, сейчас мы расскажем. Но, когда, собственно, у меня угнали тачку, выяснился вопрос вот с чем. Значит, подойдем сюда. Значит, это автомобиль Mitsubishi Gallant. Это моя работа, скажу честно. По кругу одна твоя работа. Мы брали его целым. Да, я как котик. Я когда вижу столбик, мне надо о него потереться. Ну и как собачка. Это вообще Сашин автомобиль. Когда-то был, да. Да. Потом, значит, твой замечательный друг-приятель его... Его первый хозяин. Да. Раздолбал. Одолжил и раздолбал. Да. Причем это ведь такая авария была. Расскажи. Серьезно. Авария была серьезнейшая. По сути, ну, если бы это была Европа, это был бы тотал. Отстрелила вся передняя безопасность. Удивительно, лонжероны не загнуло. Но машина была просто в хлам. Без лица. У нее не было морды. Там насчитали ущерба больше, чем она стоит. Усчитали ущерба на почти 600 тысяч. То есть, ну... Но при этом на остальные тачки, ты говорил, одна вообще в утилизацию. А, да. Он ехал в три машины. Одна из них уехала в утиль. Тойота маленькая. По-моему, корова старая. Ну, вот. Он уехал в три, и ее запрессовало между двух и этой. И все, она уехала в утиль. А это как бы... Но это при этом поехало. Да, при этом он безопасно оставил идеально. Алексей ушиб только коленку, как он мне рассказывал. То есть, ничего вообще не почувствовал. Да. Вот. Ну и дальше, соответственно, он слился просто. Слился, да. Был суд с другом, да. Такие бывают друзья замечательные. Поэтому, дальше произошла следующая ситуация. Ты ее продал. Я ее продал. Перекупы ее взяли буквально за день. И у Павла угоняют машину. И Павел спрашивает, ну, подыщите что-нибудь адекватное мне, сударь. Смотрю, моя стоит уже целая. Ну, вот. И цена, в принципе, вполне себе хорошая. Она 290 стоит. Да. То есть, вообще ни о чем. Я говорю, ну, слушай, безопасности, конечно, передней нет. Но в основном она идеальна. То есть, геометрия-то не повреждена. Можно брать. Взяли и вот доездили. Ты отъездил на ней 2,5 года, по-моему. Да. Сколько мы туда доложили? А, мы доложили на техобслуживание, которое я никогда не проводил, потому что я еврей. Еще где-то доложили с ракет. Это вышло из-за того, что колеса все были в утиль. Катализатор так и не вырезался еще при мне. Пришлось вырезать и поменять ремень ГРМ. Все. И больше, в принципе, она крови не пила. Да. И на самом деле я ездил, но о ней горе не знал. Ну, то есть, меня она абсолютно всем устраивала. Я человек совершенно не про понты. Мне вот эти, знаете, истории не нужны вообще ни разу нигде. Да. И более того, она с газом. Она с газом. Да. Потому что единственный минус у этого автомобиля огромнейший. Она ест как лошадь. Просто как не в себя. То есть, 13-14 литров бензина. Это вот добрый вечер. Это вот она каждый раз так. И ничего с этим не сделать. Поэтому газово-обаллонное оборудование. Ну, вынужденная мера. Вот по поводу газа есть разные мнения. Некоторые считают, что газ это там плохо, опасно. И вообще, как бы, плохо для двигателя. Я слышал такие. Для двигателя это лучше. Да. Потому что высокое октановое число. Если газ сделан нормально, он нормально настроен. Не жгет колопана машине. То это лучше, чем бензин. Потому что это, по сути, это чистейшее топливо. Без каких-либо примесей. Он выгорает. Он как в газовой плите обычный газ. Вот. Ничем не вредит. И данная машина отошла. Сейчас скажу. Получается. 130 тысяч километров она проехала на газу. И зазоры клапанов в норме. И ничего там. Ничего не случилось. 130 тысяч отъехала на газу. Да. Сейчас у нее какой пробег? Четверть миллиона. Да. И при этом... 250 тысяч. При этом живее всех живых. Недавно же мы скрывали двигатель. Ну, как скрывали. Мы поднимали верхнюю крышку. И крышку посмотреть клапана. Клапана в норме. То есть, зазоры в них. Ну, все. Все в идеале. То есть, по данной машине она проехала четверть миллиона километров. У нее родные подвеска. Родные подшипники ступицы. Родные движок-коробка. Не открытые ни разу. Ну, собственно, успех. Успешный успех. Для современной машины это практически нонсенс. И при этом, недавно, когда мы ставили газ на эту, приехала, расскажи, Мазда RX 5. RX 8. RX 8, да, извиняюсь. С 42-м опасным мотором замудреным. Тоже на газ ставится. И она говорила, что она движок меняет. Она раз 50 тысяч, она меняет его. Ну, это нормально. Это уникальная машина. Для нее это нормально. Это не показатель. Просто другие варианты сейчас современные. То, что производят немцы-корейцы. Ну, там буквально несколько двигателей, которые доезжают дальше 150. До капиталки. Естественно, я знаю людей, которые, ну, у кого много денег, те просто меняют машины каждый год. Выходит новая версия, там, какой-нибудь Бэхи, они старую продают. Откуда такое количество машин с пробегом, там, от, не знаю, от 20 до 30 тысяч километров? Потому что происходит вот эта вот ротация понтов. Дай бог, что из них 5% честные. Ну, да, да. Потому что, когда мы искали ему машину, мы, как бы, сколько мы, 4 месяца искали. Да. Так вот, короче, я думал купить новую. Я, честно скажу, я уже после этой ни на чем другом ездить не мог. Потому что мне было комфортно. Мне было комфортно по посадке, мне было комфортно по приемистости. И я не хотел, на самом деле, покупать более мощную машину, потому что я себя знаю. Ну, то есть, я вот это, может быть, не знаю, редкий уникальный случай, я стараюсь себя ограничивать. То есть, если бы у меня там уже было бы лошадей 250, наверное, может быть, я... Наверное, это было бы еще чаще и серьезнее, да? Поэтому я в адеквате, я стараюсь очень мощные тачки не брать. И два просто даже не в налоге ежегодном и во всем остальном. Просто, ну, мне норм. Мне вот этого мощи хватает просто за глаза и за уши. Она очень круто держит себя на трассе. Да, это тяжеленная. Она тоже 650. Она очень тяжелая. Что, к примеру, по сути своей, извиняюсь, что перебью. Нет, нет, конечно. Эта машина, что она вообще такое? Наверное, кто ее сейчас смотрит, может быть, даже ее не видели, этот 9-й Гавант. Это Камри. Это Камри только от Митсубиси. Которая не удалась, она провалилась в продажах, она никому не нужна, потому что она и стоила как Камри новая. Ну, естественно, все брали Камри. Но при этом она тяжелее современной Камри на 100 килограмм. Тяжелее корейцев почти на 200 килограмм. По оснащению она, ну, за свои деньги, то есть, в нее входила вся безопасность по кругу. Даже подушки, шторки для задних пассажиров, что вообще, в принципе, ну, это отдельная опция, как правило. То есть, это докупать надо все. Вот, и при этом она, ну, ничего не стоит эта машина на фоне той же Камри. То есть, Камри этих же годов, она сразу плюс 30-40 процентов. Хотя, по сути, тот же 2.4, тот же автомат, только автомат здесь постарше, четырехступенчатый, попроще. Из-за этого поживучий. Вообще, вот это же основная вещь. Чем проще машина, тем дольше она живет. Да, чугунный блок, то есть, все очень примитивно просто. То, чего сейчас многие не понимают, что все эти навороты, когда... Одноразовые вещи. Да, у тебя там что-то ломается, тебе надо полмашины разобрать. Ну, это, в принципе, специально делается, чтобы, как бы, тянуть... Маркетинг. Маркетинг идет полный. Тянуть людей бабки, потому что уже много машин не продашь, понятное дело. В общем, короче, я хотел купить новую Toyota Camry. Ну, была у меня такая мечта идиота. Думал, ну, в 45 лет могу себе позволить. И мы даже начали смотреть, да, причем вот чем прекрасен Саша, поскольку ему это все самому интересно. Ты даже сам ездил по салонам. Ездил, пытался выбить максимум скидки. Сразу говорю, ребята, на Camry ничего не дают. Ну, то есть, она ходовая машина. Мне предложили в подарок только коврики к ней, вот все. И свободен дядя, то есть, ну, не рассчитывайте. Даже на корейцев мне удалось выбить скидку. На Camry сказали, мы их продаем пачками, и у нас ничего не... Это правда, Camry уходит хорошо, да. Но я что-то подумал, что, во-первых, там вот эта губа нижняя. Я купил паркинг. Сбылась тоже вот мечта дебила. Клиренс там, конечно. И почему я хотел купить новую машину? Потому что у меня появился паркинг, соответственно, я могу спать спокойно, что хотя бы пока я живу в Сестрореске, у меня ее не угонят. Не то, что я стал параноиком, но я начал задумываться еще об этом. И чем мне нравилась эта тачка, то что она никому нафиг не нужна. Вот в этом был ее... Да, ноль угонов за всю историю. Да, в этом был ее... Она ни на запчасти, ни как машина, ни кому не нужна. Потому что пятую меня явно двинули на запчасть. Она тоже не очень угоняемая машина. Да, в основном из электродверей кузова. То есть, если она попадает в ДТП жесткая, там проще угнать и кузов отсобачить от другой. Ну, естественно. В общем, она мне нравилась тем, что у меня душа вообще за нее не болела. Я ее оставлял на Гончарной в центре самого Петербурга, когда уезжал в Москву. Я оставлял ее на Беговой, когда... Ну, то есть, я иногда доезжаю до Беговой, кидаю там тачку, там прямая ветка до московского. Ну, я просто... Сейчас мало езжу в Москву, раньше ездил много. И, в общем, была у меня такая тема, что за нее не страшно. И поэтому, когда я купил паркинг, я и думал купить новую машину. Ну, вот эта вот губа у Тойоты, да, у Камрюхи, я подумал, что, во-первых... Снесешь. Быстренько ее... Да. Ну, и потом Саша говорит, ну, ты же так ездишь, вот подумай, и ты что... А бампер на нее стоит, это... В принципе, треть машины вот стоит бампер на Камре современную. Да. В общем, короче, он сказал, вот смотри, вот ты там что-нибудь там царапаешь, и вот все. И ты мне сделал целую настоящую калькуляцию. Да. Потому что проще и выгоднее брать вот такие, три года оббить ее по кругу, продать, купить следующую. Да. Дешевле в разы. И проблем меньше. И... Да даже не про угон. Дело в том, что даже вот любое ДТП на новой машине... Все, минус продажи огромнейший. То есть, от того, что вы купили в салоне, вы потом будете продавать ее, ну, с огромным дисконтом. То есть, с потерями. И плюс, даже если сделано нормально, никто на это царить не будет. Это потери огромные. То есть, вот это практически в идеальном состоянии машина обошлась в треть стоимости новой. Да, сейчас мы к ней переходим. И мы, в общем, Саша говорит, давай покупать такой же Галант. Тем более, я в его страховку вписан, он в мою страховку вписан. Все крайне удобно. Человек знает ее, как свои пять пальцев. И мы начали мониторить рынок. И тут Саша мне как-то пишет, говорит, вот, посмотри, какие-то продают. Сколько она стоила тогда вот так? Ты про ту или про ту, которая самая первая? Самая первая. Она стоила почти столько же, 650. 650. Но у нее был 60, по-моему, тысяч пробег. У нее, сейчас помню, 52. 52 тысяч пробега. Но это от частника. То есть, не 100%, но без ДТП. Да. И в люксовой сборке. В люксовой такой же. И даже цвет она такого же была. И, в общем, короче, она улетела за сутки. Да. То есть, пока мы разворачивали клюв, пока фюзеляж. Вот, в общем-то. Следующая была черненькая, тоже в люксе. Тоже за те же 640, по-моему. Но там было ДТП. Там было ДТП, но сделано было хорошо. И пробег там был 20. Ну, опять же, заявленный. И вроде как проверяемый. Но тут мы что-то смутились. И она тоже ушла за три дня. С этой мы уже не размышляли. Да, в общем, с утра он мне пишет ВКонтакте, алярма. Да, появилась. И да, и в чем прелесть, потому что эти все тачки продавались ешь знает где. Одна в Курске, вторая где-то еще. Да, мы в Читу меня не отправили. Да, в Чите, вот. А это в Москве. Это в Москве. И у нее был пробег 92. Но, когда мы посмотрели на фотографии, ну, то есть тачка просто в идеальном состоянии. Ухоженная, да. Это вот бывают такие владельцы, не такой, как я, конечно. Хотя я за это буду следить. Честно, перед Сашей отчитываться. В общем, короче, на Сапсан уже билетов не было. Мне пришлось Сашу посадить в самолет. А я аэрофоб. А он первый раз полетел на самолете. Я себе за рук давал, что никогда не полечил в жизни. В общем, слетал он в Москву, приехал. И, в общем, оттуда мне начинает отчитываться. Тачка просто огонь. И мы ее купили. И давайте мы посмотрим на эту машину сейчас. Да, и закончу историю, чтобы, перед тем, как мы перейдем к осмотру ее. Значит, он ее пригнал. Я говорю сразу же, ну, давай сразу же газ оставь. Да. И он мне звонит и говорит, слушай, тут мне говорят, что типа сейчас поменялись правила и могут не... Поставить на регистрацию. Да, не поставить. А я причем... Он меня пригнал, а я тут же улетал в Ялту. Соответственно, я вообще по закону должен в течение 10 дней ее оформить. Я прилетел, мы вместе, мне нужно было эту продать ему, а эту оформить на себя. Мы вместе поехали сначала в государственное МРЭО. Просто я через госуслуги, я просто не увидел... Там два МРЭО рядом стоят у нас на мебельной, на оптиков. Да, мы поехали на мебельную. Я вам хочу сказать честно, я такого хамства не встречал уже давно. Я реально отвык от этого. То есть я даже когда вожу экскурсии, даже вокруг Лубянки, ко мне очень вежливо подходят люди и очень вежливо говорят, можно попросить вашу группу передвинуть на 50 метров. И после этого ты начинаешь реально ментов уважать у любых рангов, потому что их все-таки выдрачили. Там было просто такое хамло. Такое ощущение, что мы приехали и мы ему очень много денег должны, причем давно. Да. И не отдаем. И он сразу сказал, что эту машину не оформишь, что нужно ехать только на Салово, при этом все равно надо снимать. А я хочу сказать, ну, газовое оборудование, логика совершенно мне непонятна. А я хочу сказать, что пока я работал в интернет-агентстве, к нам заходил «Газпром», то его подразделение, которое пропагандирует заправку газом. И они активно рекламировали вот эту историю, что ставьте газ, покупайте газ. И вот смотрите, какая вилка с государственными интересами. Да. С одной стороны, государственная компания вам говорит, ставьте газ. Постоянно на это намекает. А с другой стороны, хер вы его оформите официально. Там с «Газпромом» есть хитрость. Они пропагандируют метан. И метанное оборудование, они там даже и субсидию дадут, чтобы ты его зарегистрировал. А у нас пропан. Потому что метан для меня это более страшная вещь. Если он рванет, он рванет со всей машины. В общем, короче, пришлось нам поехать, снять это оборудование. Маразм. Да, приехать уже в нормальное МРЭО на оптиках, где нормальные... Подразделение этого же самого МРЭО, но коммерческое. Да, ну коммерческое. Там уже все нормально, никаких вопросов. Все нам зарегистрировали. До обеда мы успели. Даже поздоровались. Да, даже поздоровались и прочее. И, в общем, мы уехали счастливо-довольные и приехали обратно, поставили оборудование. Ну, все равно мне надо было ехать, там чек зажегся. Надо было чуть-чуть его подрегулировать. Теперь все ништяк. Давайте же мы посмотрим, соответственно, на эту машину 2008 года выпуска. Да. Да. Которая выехала в 10-м. Да, капотик откроем. Простецкое. Вот так вот оно выглядит. То есть, этой машине... По термоэкрану видно, что не доехало еще и сотки. Этой машине на сегодняшний момент без малого уже... 12 лет. 12 лет. Даже чуть больше. Поставляете, вот в таком состоянии она пребывает. Я когда увидел, я сначала не поверил. Ну, потому что мы можем открыть... Давай для сравнения откроем тот капот. Мне стыдно, это практически... Да ладно, господи, что там стыдится? Это практически как это... Как будто из подня. Как сказать-то? Ну, неприлично такие вещи показывать без цензуры. Да ладно? Ну, чтобы у людей было... Ну, то есть, просто, понимаете, машина одногодки. Да? Вот. Сравнись ее. Но при этом, выглядит как дрова. Но до сих пор она в левой полосе едет. Во все... Ну, как бы... Никаких проблем. Да. Ну, да, немножко сопливее, там немножко устала машина. Но масляных следов не оставляет. Масло не ест. Едет на все деньги. Все, что вот как она должна ехать, она... Не дымит, не коптит. Идеально. Пошли посмотрим в салон. Да, это особая роскошь. Если у меня комплектация бомж, здесь комплектация любви. Люкс. При этом, чтобы Camry была вот такая, надо доплатить почти до трех. Кожаный салон, в который приятно садиться. Идеально я в нем себя чувствую. Люк. Двухрежимный. Кто твой отец, Люк? Да, который открывается во все стороны. И наверх, и вбок, и прочее. Ну, тут у меня, как обычно, срач на заднем сидении. Но, тем не менее. Тут книжки, которые я продаю, они всегда со мной, потому что я экскурсию провожу. Вот там баллон, причем мы поставили в этот раз на больший. Сколько он там объем? 60. 60 литров. И я вам хочу сказать, что мне ничего другого в жизни этого не надо. Я заплатил за нее 675. Поставил газовое оборудование. То есть все. Короче, сколько вместе все это вышло вместе с перегоном, со всей истории? 730. 730 тысяч я заплатил. Для меня это новая машина. Вот реально. По сути, она новая. Да. Ну, как сказать, очень молодая по пробегу. Поэтому к вопросу о том, вот что покупать. Сейчас же тачки стали стоить просто каких-то нереальных денег. А в этом году... По цене квартиры. Да, по цене квартиры. Причем... Самые дешевые Жигули сейчас стоят дороже, чем эта машина. Лада Веста будет дороже нее. При этом, на самом деле, подняли же налог на роскошь. Да, и в роскошь попали черти что. Да. А это никуда ни под какие не попадают. И самое еще главное... Никому не интересно. Если я оставлю ее в городе, опять-таки, я буду спать спокойно. Несмотря на то, что она в прекрасном идеальном состоянии. Никто ее никогда не угонит. Нафиг она не нужна. То есть я езжу на машине вот этого класса. Я, горе не знаю, за очень приемлемые деньги, которые мне было не жалко за нее отдать. И я надеюсь, я буду на ней ездить еще долго и долго. И даже если что-то в ней случится, у меня есть Саша. Саша гений, который всегда мне поможет. Ну, за исключением кузова, вот проекция, что с ней через 5 лет случится. Ну, да. Ну, едет же. Ну, едет, да. При этом через 5 лет ее можно продать все равно за разумные деньги. И про суть ничего не потерять. Камри из салона выехала, она потеряла больше, чем это за 5 лет потеряет в цене. При этом я никого ни к чему не призываю. Я ни за что не агентирую. Я просто делюсь своим опытом. Естественно, если вам... Да, мы же, кстати, мы же еще рассматривали корейцев. Да. Да, Сонату, К5 мы рассматривали. Которая будет с мотором проблемным, который не всегда до 100 тысяч до доезжает без капиталки. Будет на 2 литрах с тряпочным салоном. Вообще с пустая, как барабан. Вот. И она выходила на миллион семьсот чего-то там со скидкой. У-у-у, жуть какая. При этом она на 200 килограмм легче. То есть это уже по сути она... Дай бог, что в DETA в класс ходит. Да. То есть легче, легче, легче делать. То есть, а если машина легче, это не значит, что... Да, топливная экономия есть. Все, конечно, хорошо. Но это значит, что у вас 200 килограмм чего-то забрали. Металла, пластика, резина и прочего. Чем тяжелее машина, тем она безопаснее. Тем она лучше дорогу держит. В общем, друзья мои, думайте сами. Я хочу сказать, что... Ну, вот точно так же круто Саша разбирается в недвижке. Поэтому обращайтесь. Вот недвижки-то разбирать круто в машинах. Только вот в узком сегменте этих машин. Да. Но тем не менее, если нужны будут какие-то консультации за какие-то очень-очень условные деньги, то вот тоже можете к Саше обращаться. Он вас проконсультирует по поводу покупки того или иного автомобиля. Но главный, конечно, приоритет в покупке и продаже... Да, недвижимости. Недвижимости. Здесь Саша Дока. Я за него ручаюсь. Потому что, как я уже говорил, мы... Сколько мы что? Дача, комната, квартира. Да. И все это... Три объекта. Три объекта. Только твоих. Саша мне только моих помог мне реализовать. Соответственно, и вот... Пообращайтесь, буду рад. Я оставлю там все свои, значит, выходные данные из Сашины. Кстати, уж раз пользуясь случаем, надо устроить мой личный продакт-плейсмент. Благо тут есть что показать. Ну, во-первых, вот это вот есть в продаже. Продаются, как пирожки в хорошем исполнении. Видите, какая версточка замечательная. Очень удобно читать. Вот. Это путеводитель Невский с перцем. И есть еще в продаже остросоциальный роман Корень. Толстенький, пухленький. Писался с 1998 по 2008 год. Тоже можете заказать, прикупить. Невский с перцем хранится. Матери понравилась эта книга. Да, матери понравилась. Но на самом деле не только. Ей очень многим нравится. Вот. Поэтому оставляйте комментарии. Обращайтесь к Саше. Покупайте книжки. Думайте, прежде чем купить какой-то автотранспорт. Без резких движений. Без резких движений, да. Потому что я любитель совершать резких движений. Но для этого у меня есть ангел-еврей-хранитель Саша. Который всегда считает мои деньги лучше, чем я сам это делаю. Как правило. Все. На этом все. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова